здравствуйте уважаемые зрители в очередном обзоре новостей зарубежной недвижимости от приан массовое завершение программ гражданства и внж в европе альтернативы дубаю в эмиратах и резкий рост цен в болгарии за неделю сразу из нескольких европейских стран пришли вести о сворачивании инвестиционных и миграционных программ сначала об этом официально заявили власти черногории только не очень ясно почему они тянули полтора месяца ведь по сути их программа гражданства закончилась с началом 23 года затем власти ирландии заявили что прекращают середины февраля прием заявок на золотую визу в этот момент кто-то наверное только и узнал что такая программа оказывается была она была предполагала инвестиции правда в предприятии или фонды а не в покупку объекта недвижимости далее испания там в конгресс даже внесли законопроект об отмене золотых виз но не надо пугаться в этой новости политики сейчас явно больше чем конкретики предложение внесла скромная левая партия масс по из и никакого развития на данный момент в по крайней мере эта тема не получила в итоге больше всего волнений вызвало заявление премьер-министра кошты о грядущем закрытии программы инвестиционного внж португалии здешние золотые визы пользовались спросом и россияне кстати хотя их заявки последний год не одобрялись по-прежнему входят в топ-5 получателей всего же только основных заявителей ставших резидентами португалии за 10 лет больше 11 с половиной тысяч и это серьезная подспорья для не самой богатой страны европы так что заявление премьера кошты стало неожиданным даже несмотря на то что программа нравилась не всем есть две причины которые способствуют закрытию программы португалии да первая причина это внутренняя то есть 16 февраля прошло надо отметить что это не собрание по поводу закрытия золотых виз это совет министров который в целом обсуждал проблемы связанные с жильем в португалии а именно большое количество спекуляций отсутствие доступного жилья как с точки зрения покупки так и с точки зрения аренды для местных жителей естественно что действующая программа золотых виз за годы ее существования способствовала росту цен и немножечко отрывала местный рынок от инвестиционного зарубежного тем не менее есть и вторая причина эта причина внешняя это в целом давление на программы золотых паспортов различных резиденции граждан через инвестиции от еврокомиссии буквально в то же самое время происходит закрытие программы ирландии судебные процессы по программе мальты недовольство европейских институтов и рост цен вообще универсальные претензии ко всем программам иммиграции а в португалии в двадцать втором году недвижимость дорожала рекордными темпами другое дело в какой степени причины этого стали именно золотые визы вот например аналитики мудис считают что в ближайшие месяцы на местном рынке в любом случае наступит коррекция из-за снижения роста экономики и увеличения процентных ставок вспомним также что например объекты в лиссабоне порту алгарве уже год как не участвует в программе так что если ее закроют не факт что именно это повлияет на цены те объекты которые ликвидные в сегменте в том числе там среднем и люкс классе они не будут падать в цене потому что в португалии их достаточно ограниченное количество спрос на них очень большой так как вне зависимости от золотых виз приток как молодой рабочей силы так и уже состоявшихся бизнесменов достаточно серьезные в эти годы что касается лотов за 280 тысяч до те которые проходили по минимальной границе это паи в отельных комплексах которые связаны так или иначе с реставрацией мы понимаем что эти юниты все были под программу заточены под программу и конечно же сет эта недвижимость очень серьезно упадет в связи с потенциальным закрытием программы потому что ее дальше некому будет реализовывать что касается лотов жилой недвижимости особенно тех которые куплены там от 500 тысяч евро и от миллиона евро тем более особенно в лиссабоне порту тут не будет серьезного влияния так как уже год программа существует без данных объектов завершая разговор на эту тему предположу то что сразу несколько примерно одинаковых новостей о гражданстве и золотых визах появились в одно время это все-таки больше совпадения что до португалии то точные сроки и детали сворачивания ее программы пока неизвестны власти модеры вообще выступили против отмены но для россиян и белорусов сейчас важнее даже что будет с их заявками подданными в последний год по нашей информации следа одобрений не было идем дальше на вебинаре при она прошлой неделе мы с экспертами компании just prime home говорили о недвижимости объединенных арабских эмиратов причем не о дубае в центре внимания были эмираты менее раскрученные главный хедлайнер если это слово тут конечно применимо рассельхайма самый северный регион страны климат одно из его преимуществ здесь не намного но все-таки холоднее чем в дубае понятно что летом по всей стране избыточно жарко зато зимой температура в рассельхайме вполне комфортно около 25 градусов еще более интересны цены на недвижимость посмотрите на приан много вариантов около 100 тысяч евро за апартаменты и даже ниже наконец факт для инвесторов здесь через три года должны возвести первое в стране казино новость об этом вызвала дополнительный интерес к региону и кстати цены в рассельхайма начали активный рост именно после ее появления осенью прошлого года понятно что регион будут развивать причем по арабски динамично и не только казино тому доказательства например некоторые застройщики эмирата предлагают клиентам серьезные бонусы скажем быстрое оформление внж даже при покупке в рассрочку а также лицензию на ведение бизнеса в свободной экономической зоне раз или хайм так что если есть интерес в описании к этому выпуску ссылка на весь вебинар а также на статью о малоизвестных эмиратах завершение несколько слов о болгарии с приближением весны обычно растет интерес курортной недвижимости и даже с учетом трудностей с проведением сделки болгария в топе буквально на днях мы получили характерный запрос покупатель с бюджетом в 50 тысяч евро готов рассматривать только европейские страны где ему искать собственно купить что-то уложившись такую сумму можно почти везде но ведь именно что-то покупать конечно не хочется а болгария по-прежнему не столь дорогая и здесь планка определяющая ликвиден объект или нет она ниже чем скажем в южной европе хотя и она планка это сейчас поднимается данные евростата за весь 22 год они будут известны чуть позже но есть статистика за третий квартал болгарии рост 15 процентов но это уже наблюдение риэлторов как раз с конца лета и до декабря спроса инфляция были максимальными то есть за календарный год цены выросли существенней после того как летом и осенью 22 года мы в болгарии наблюдали резкий на 20 25 процентов скачок цен на недвижимость как в курортных районах так и в софии и в других крупных городах в первые месяцы двадцать третьего года рост цен несколько замедлился можно даже сказать прекратился если говорить обобщенно то на сегодняшний день стоимость одного квадратного метра типового жилья на болгарском побережье достигает 600 700 евро студию сегодня можно приобрести по цене от 22 23 тысяч евро и выше апартамент с одной спальней двухкомнатной по цене от 37 40 тысяч евро а на покупку апартамента с двумя спальнями трехкомнатной квартиры на сегодняшний день необходим бюджет от 50 55 тысяч евро и выше основные факторы влияющие на цены в болгарии это общая инфляция но главное спрос заметно превышающие предложения считается что рынок здоровый когда большую часть сделок на нем совершают местные жители то есть они верят в свою недвижимость и для болгарии последнее верно как верно и то что массового строительства как 15-20 лет назад на болгарском побережье последнее время не велось прогнозировать что будет с рынком дальше в нынешних обстоятельствах конечно сложно но можно точно сказать что на цены как и прежде будут влиять два фактора первое это количество поступающих предложений в продажу и второе это поведение банков в случае продолжающегося дефицита предложений и если болгарские банки продолжат выдавать своим гражданам выгодные ипотечные кредиты как это было в последние годы под два с половиной три с половиной процента годовых то возможно что к лету цены на недвижимость в курортных районах болгарии еще немного подрастут если же продавцы станут более активными и количество предложений превысит спрос а банки повысят процентную ставку по ипотеке что сделает условия для покупателей менее привлекательными чем сейчас то и цены на недвижимость в болгарии могут опять пойти на понижение так или иначе сейчас болгарский рынок может быть интересен и покупателям и продавцам первым потому что здесь по прежнему возможны сделки с относительно небольшими бюджетами вторым из-за роста цен они еще не достигли максимума в 2008 2009 годов но уже подобрались показателям 2012 на этом прощаюсь на неделю не забывайте подписываться на наш канал ставить лайки задавать вопросы в телеграм и главное берегите себя и своих близких